Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас уже 23 января. Январь уже подходит к концу. Скоро у нас будет что? Праздник любви. День Святого Валентина. И я непременно посмотрю, как я вам уже рассказывала, свой любимый фильм День Святого Валентина со своими любимыми сценками. С музыкой, которая мне там очень нравится. Да. Ну и вот такой небольшой влог с кофепитием. Покажу парочку украшений серебряных. Что там ещё? Ну, что-нибудь ещё сниму. Смотрите. Ну что ж, друзья. Ставим чайник для кофе. Какая теплота идёт от этого голубого цветка. Сейчас я сделаю кофе. И мы с вами посмотрим, что делается у нас на улице. А на улице у нас снег, мороз. Я вам покажу сейчас, какой у нас на улице мороз. Вот какой мороз. Чё-то у нас минус два. Ты сказал, что минус два – это не мороз. Очень даже мороз. Ну и влажность повышенная, поэтому и там довольно-таки прохладненько. А мы с вами сейчас будем пить кофе в окошке. Мой аутфит перед выходом в холод. Два капюшона. Ну, это утро. Я, конечно, совершенно по-домашнему. Чайник засвистел. Сейчас буду делать. А вот и мой кофе. Вот такой вот весёленький, зелёный, переходящий в желтовато-лаймовый, я бы сказала, цвет. Ну и чтобы глаз веселил цвет подсолнуха и медвежонка в розовой кофточке. Вот такая у нас сегодня цветотерапия. Ну что ж, друзья. Я уже у открытого окна в капюшончике, как положено, в двух капюшонах. В красненьком и вот в этом, от жилеточки. У нас ветрено и снежно. Я вам уже сказала об этом. Сейчас покажу. Вот она наша погода. На 23 января 2019. Ну, в смысле, 2019 года. Вот так вот. Вот так выглядит наша зима. Снежок и сейчас такой очень-очень меленький идёт. Вот такой, совершенно такой мелкий. Едва-едва ощутимый. Такой, знаете, микроскопический, я бы сказала. Ну и, конечно же, чашечка кофе. Чашечка горячего кофе на таком холоде. Холод, потому что, хоть мороз и небольшой, всего-то 2 градуса, да? Но ветрено и влажно. Вот это вот просто очень усиливает холод и, как это, уменьшает морозостойкость. Мою, во всяком случае. Хочется так укутаться? Я скоро буду уходить уже. Правда, сейчас ещё покажу, как я уже обещала, парочку украшений вам. И буду уходить. По кофейку. Ммм, ещё горячо, но уже можно. Я вам, друзья, так скажу. А руки мёрзнут. Вот я держу сейчас фотоаппарат на вытянутой руке. И у меня эта рука просто очень замёрзла. Но мы с вами ещё разочек по кофейку. Очень быстро, кстати, кофе остывает. Вот буквально полминутки назад он ещё был горячий. И вот здесь он уже, уже его могу пить. Уже могу пить даже, ну, свободно. Итак, друзья, мы вернулись с вами в тепло из холодного окошка. Вот мой кофе. Прошу прощения за помаду, но без этого никак. И за помаду на чашке я имею в виду. И показываю вам то, что хотела показать из парочки украшений. Принесла сюда мраморную шкатулочку. Шкатулочка белого мрамора. Мне её подарили, наверное, лет 10 тому назад. Ну, сказали, что это испанская штучка. Довольно милая. Стеклянные вот такие вот цветочки, бутончики, я бы сказала. И пластиковые листочки. Итак, сейчас я достану кое-что отсюда, да. Я начну со своего колечка мистик топаза. Это, значит, мистик топаз в серебре. Вот такое вот массивное такое кольцо. Так, девочки, как я сказала... Нет, это я сказала, ещё не сказала, да. В общем, буду сегодня делать маникюр. Это я подумала. Вот такое кольцо. Когда появился... Сейчас я... Ну, собственно, можно и на руке. Здесь ещё оно, я бы сказала, инкрустировано рубинами, изумрудами и, по-моему, сапфирами. В общем, мне не видно, а я думаю, что на экране это будет видно. Вот такой мистик топаз. Такая красивая ограночка там идёт. Покупала я его давно. Давно. Ну, 10 лет назад это точно. Может, чуть больше даже. Вот такой хорошенький перстенёк. И покупала я его не один. Я к нему купила ещё один. Такой же. Тоже мистик топаз, но он не настолько ярко смотрится. Видите этот? Такой вот весь яркий. А этот сероватый. И этот перстенёк, вот этот камень, этот мистик топаз, это я всё показываю вам серебро. Этот мистик топаз обрамлён цитринами. Хотела сказать цирконами. Цитринами. Жёлтыми. Ну, потому и цитрины, что жёлтые. Вот. И огранка такая же. Вот такая же вам видно там. Ограночка вот такая, как здесь. Вот таких два серебряных перстня с мистик топаз. Что ещё в этой шкатулочке? В этой шкатулочке вот такая подвесочка. Со светло-сиреневыми, вот на этот раз уже это цирконы. Цирконами. И подвесочка, вот эта подвесочка, не серебряная. Это бижутерия. Я показывала такие серьги, только более насыщенного, фиолетового цвета. А это вот совершенно светлого-сиреневого цвета. Вот такая красивая подвесочка. Так, что у нас по центру? По центру у нас белый циркончик, ну, прозрачный. И лепестки у нас вот такие вот сиреневые. Дальше покажу вам крестик. Вот такой крестик. Это серебро. Очень красивый. Здесь камешки сиреневые, как вы видите. По центру розовый. И белые, прозрачные тоже. Это все цирконы. Вот так вот он носится. Такой красивый крестик. Я его, кстати, периодически ношу. И причем ношу я его с удовольствием. Дальше. Очень старая серебряная подвесочка. Ой, это... Это, по-моему, еще из... Если не из 80-х, то, пожалуй, из начала 90-х. Вот такой цветок. Наверное, лилия, что ли. Такой 3D цветок, я бы сказала. И еще одна подвесочка. Из тех же времен, кстати, обожаемая мною. То же самое. Только не 3D. Я почему сказала 3D, что это вся прям такая объемная. А вот этот цветок серебряный. Вот так выглядит. Вот эту подвеску я вообще обожала. И по сей день она мне нравится. Тоже серебро. Вот даже вот сейчас. Я просто о ней забываю. Но надо о ней вспомнить и еще поносить. Куда ты? И еще поносить. Потому что она, я не знаю. Вот она... Она меня очаровала когда-то. И по сей день я очарованная этой подвесочкой. Просто забываю о ней. А сейчас я вам вообще стародревние вещи покажу. Так. Так. Сейчас. Сейчас. О! Александрит. Советский. Камешек. Выращенный в лабораторных условиях. В серебре. Посмотрите. Он сиреневый. Сейчас посмотрим его при другом освещении. Вот при таком очень уж дневном освещении он имеет более холодный оттенок. Видите? Такой немножечко, немножечко. Такой как... В общем, по идее, он должен быть зеленоватым. Но он не зеленоватый, вот этот Александрит. А он вот такой вот просто более бледным смотрится. Это прям у окошка, у самого вот тут. Только сетку не открыла. Вообще, первое мое золотое колечко было с Александритом. И вот тот камень мне исполнилось 16 лет, и мамочка мне подарила. Ну, родители подарили. Ну, почему говорю мамочка? Потому что мы с ней его ходили и выбирали. Так вот, тот Александрит, он при дневном освещении был таким бледно-зеленым, а при вечернем он был сиреневым. Ну, вот такое. Потом у меня еще был перстень с Александритом большой. Потом тоже большой перстень с Александритом был. Вообще, Александрит у меня не выводился, скажем так. Ну, тогда это все было золотое. Сейчас это вот, что я вам еще покажу, это будет серебряное. Итак, подвесочку мы посмотрели. Но, кстати, я забыла вам сказать, что изначально это была не подвеска. Изначально, насколько я помню, это было кольцо. По-моему. Сейчас я посмотрю. Да. По-моему, это было кольцо. Хотя я уже не уверена. Ну, по-моему, это было кольцо, только оно мне было мало. Но это действительно было сто лет тому назад. И я отдала мастеру, и мне сделали подвеску. А потом мне попались вот такие же самые серьги. А может быть, все было наоборот. Сначала серьги, потом кольцо. Друзья, всего не упомнишь. Вот. Потом мне попались вот точно такие же серьги. Посмотрите. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну, серьги немножко крупнее, конечно. Но, в общем-то, они хорошо перекликаются между собой. Серьги покрупнее. Видите? И я, кстати, носила довольно давно. Ой, довольно давно. Довольно долго. Ну, и давно тоже, скажем. Все правильно. Эти сережечки. Вот такие здесь замки. Это все серебро. Это советское серебро. Старое-стародревнее. Такое. Шкатулочка пуста. Ну, там. От какой-то серьги задвижечка. И еще одна задвижечка силиконовая. Все. Надо бы по кофейку. Видите, у меня подсвечник. А там свеча-таблеточка. И олень. Он же тоже у меня подсвечник. Там тоже свеча-таблеточка. Ладно. Все это дело обратно в шкатулочку. Так. Когда я буду делать маникюр? Сейчас, наверное. А может, нет. А может, вечером. Так, друзья. Надо кофе попить. И еще. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Кому понравился влог, ставим лайки. Дизлайки тоже приветствуются, хотя гораздо меньше, чем лайки. Как это, я большую склонность имею к лайкам. Буду сегодня еще маникюр делать. Ну что ж, мои хорошие, не забываем писать комментарии и оценивать видео. Все, пока-пока.